Привет, друзья! И это новый выпуск Ньюс Вик на канале Ньюс Спейс. Да, мы давно не публиковали новых новостных видео, но это всего лишь потому, что мы готовили для вас много новых и интересных космических проектов. Также вы могли заметить, что мы снимаем сейчас не на зеленом фоне, а в моей квартире, потому что мы также находимся в поиске нового помещения в Санкт-Петербурге. И если у вас есть какие-то варианты и идеи, то, пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте их в комментариях под этим видео. Сразу хочется внести небольшое пояснение для наших постоянных подписчиков и для тех, кто появился у нас на канале недавно. Мы совсем на днях опубликовали перевод видео Тима Дода и Everyday Astronaut о советских двигателях. Сейчас вы не можете найти его в списке и в ленте наших видео. Мы не нарушили никаких правил. У нас действительно есть договоренность с командой Everyday Astronaut. Мы согласовали это год назад и получили разрешение на перевод видео при определенных условиях, которые были соблюдены нашей командой. И сейчас мы всего лишь выясняем, все ли в точности соблюдено и все ли в порядке с нашим видео. Это займет какое-то время, но видео не удалено и скоро снова появится для всеобщего просмотра. Пожалуйста, не волнуйтесь и простите нас за то, что происходит сейчас. Ну а теперь я предлагаю перейти сразу к космическим новостям, ведь за прошедшую неделю столько всего произошло. От волнующего письма Илона Маска до презентации обновленной версии ракеты Neutron от Rocket Lab. Давайте по порядку. Итак, в последнее время с полей Starbase доносятся тревожные слухи. А все почему? Да потому что совсем недавно мировой интернет был взволнован письмом Илона Маска о том, что SpaceX может обанкротиться. Стоп! Вы тоже не можете в это поверить? Тогда давайте разбираться. Недавно был уволен вице-президент SpaceX Уилл Хелцли, отвечавший за разработку двигателя Raptor после ухода Томми Мюллера на пенсию. Его отставку связывают с отсутствием прогресса в разработке Raptor и очевидно, что он был уволен лично Илоном Маском, который провел проверку в состоянии всего отдела разработки. Затем Илон Маск отправил то самое нашумевшее письмо всем сотрудникам SpaceX. И вот его текст. К сожалению, кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Когда мы разобрались с проблемами, возникшими после ухода предыдущего высшего руководства, они, к сожалению, оказались гораздо более серьезными, чем сообщалось. Я собирался взять отпуск в эти выходные впервые за долгое время, но вместо этого я буду на производстве Raptor всю ночь и все выходные. Нам понадобятся все силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, является катастрофой. Все сводится к тому, что мы сталкиваемся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь цели запуска Starship хотя бы раз в две недели. Эх, звучит и правда как-то грустно. А с полным текстом письма вы всегда можете ознакомиться в нашей группе ВКонтакте. Ну а теперь перейдем к реалиям. Мы много обсуждали это с командой наших проектов. И, во-первых, SpaceX обеспечена заказами на много лет вперед, а их годовой оборот составляет больше 2 миллиардов долларов. Даже если SpaceX окажется на краю пропасти, ей не дадут погибнуть. SpaceX — единственная американская компания, способная доставлять астронавтов на МТС. Запуски военных спутников на Falcon 9 также нельзя передать какой-либо другой ракете. В конце концов, крупные инвесторы оценивают SpaceX достаточно положительно и готовы вкладывать в них огромные суммы. Значит, они уверены в будущем компании. Во-вторых, катастрофа не катастрофа, а на полигонах испытываются двигатели Raptor. Недавно на снимках был замечен Raptor Center с трехзначным числом. Также Маск много писал о достижении двигателем новых высот. Вспомним про Starlink. Да, компания стремится как можно скорее сделать Starlink прибыльным. Но даже слишком оптимистичный Маск говорил, что они надеются на 500 тысяч активных пользователей Starlink к середине 2022 года. Ни о каких миллионах конфлектов речи не идет. У SpaceX банально нет столько микрочипов. Кризис как-никак. Также стоит помнить о том, что совсем недавно сам Маск надеялся на 12 полетов в 2022 году, а FAA разрешает вообще 5. Откуда взялась цифра в каждые две недели? Никто не знает. Ну и давайте откровенно. Последние пару месяцев Маск начал вести себя довольно странно. Да, конечно он всегда был эксцентричен. Но нельзя исключать того, что у Маска случилось нервное перенапряжение, из-за которого он так сильно гиперполизировал реальное положение дел. А в это время в Starbase довольно спокойно, но работа не перестает. В основном команды заняты различными мелочами. Прокладкой трубопроводов, гидравлики, электрикой установкой плиток, вращением секций и другими мелкими делами. Это спокойствие прерывается только новостями о больших проблемах в разработке Raptor. А пока давайте все же взглянем, что произошло за последние недели в Starbase. Работы с носовым обтекателем SHIB-21 неспешны. Обтекатель покрывают теплозащитными плитками. Работа практически завершена. В это же время на площадке завершили сборку Бустер-5. Первого ускорителя, который в 2022 году должен быть пойман башней обслуживания орбитального комплекса. Меказила. Доставлена первая секция SHIB-24. По словам Илона Маска, SHIB-24 станет новым поколением программы Starship. Из того, что уже известно, он первым получит Raptor 2. Более мощную версию Raptor. Предполагается также появление новых посадочных опор. Увидим, а рядом с SN15 и SN16 началось возведение нового фундамента. Вероятно, это может быть музей Starship под открытым небом. И напоследок инфографика производства SHIB и Бустер. И одна из самых свеженьких новостей. Илон Маск написал в Твиттере, что SpaceX начинает строительство стартовой площадки для Starship на мысе Канаверал. Это значит, что в будущем мы сможем увидеть SLS и Starship на одной фотографии. Но это не чудо. Но у нас есть еще одни ребята, способные составить достойнейшую конкуренцию с SpaceX. И это... Одна замечательная американская компания, вышедшая из Новой Зеландии. Да, речь о Rocket Lab. 2 декабря они провели невероятно крутую презентацию обновлений новой многоразовой ракетоносителя среднего класса, Neutron. А теперь по пунктам. Изначально выбранную нержавеющую сталь для корпуса заменили на углеродные композиты. На первой ступени будет 7 новых метан-кислородных двигателей под названием ArchMead, или по-русски ArchMead. Тяга первой ступени на старте 5970 кН. Длина ракеты 40 метров, диаметр основания 7 метров, диаметр обтекателя 5 метров. При этом обтекатель в виде четырех лепестков прикреплен к первой ступени и возвращается с ней на землю. Посадки на баржу не будет. По задумке инженеров, в нужный момент обтекатель будет раскрываться на четыре части и выталкивать вторую ступень с полезной нагрузкой, а затем обратно закрываться. В компании называют это Hungry Hippo – голодный бегемот. Полезная нагрузка на низкую околоземную в одноразовом варианте – 15 тонн, с возвратом на площадку – 8 тонн. Испытания нового двигателя уже в 2022 году. Первый запуск нейтрон по-прежнему запланирован на 2024 год, но Питер сказал, что не любит все эти сроки, и мы его в этом очень поддерживаем и понимаем. Незадолго до этого Рокетлэб поделилась изображениями сборки спутниковой платформы Фотон для запуска миссии Капстоун к Луне. Миссия Капстоун формально является первой в новой программе НАСА под названием Артемида. На самом деле это небольшой кубсак, который будет выведен на окололунную орбиту. Именно на этой орбите будет находиться лунный шлюз. Поэтому основной задачей спутника будет испытание лунной среды на этой орбите, а также демонстрация применения коммуникационных и двигательных технологий для малых спутников вокруг Луны. Капстоун будет запущен с помощью ракеты-носителя «Электрон» компании Рокетлэб. Старт намечен на 19 марта 2022 года. Но и это еще не все. 24 ноября Рокетлэб провела пресс-конференцию, в которой поделилась обновлениями в сфере многоразовости. Вспомним, что 18 ноября Рокетлэб снова вернула первую ступень ракеты «Электрон» — команда довольно внесенными изменениями. Также это был первый раз, когда в зоне приводнения ступени был вертолет. А теперь, внимание, новая первая ступень с графитовой теплозащитой. Ну посмотрите на эту красоту! Компания ожидает, что примерно 50% всех запусков «Электрон» будут с многоразовой первой ступенью. Первая попытка поймать ступень планируется на первую половину 2022 года. Сейчас идет до оборудования нового вертолета. А вы слышали о том, что вот этот замечательный вертолетик Ingenuity, он же дрон, планирует совершить свой 17-й полет уже 5 декабря? Продолжительное время Ingenuity осторожно исследовал территорию Южной Сейты, отправляя нам артхаусные снимки поверхности красной, или точнее черно-белой, планеты. Во время девятого полета Ingenuity преодолел весь регион Сейты за один раз, совершив своеобразную вылазку. Но обратный путь был разделен на несколько этапов, так как местность Южной Сейты была благоприятной и допускала большую степень неопределенности. Однако местность на северной стороне Сейты более каменистая, в результате чего требуется более точно определять место приземления на обратном пути. Итак, в рамках 15-го полета Ingenuity начал обратное путешествие к полю братьев Райт, место, куда приземлился Perseverance вместе с вертолетом изначально. Перед этим были проведены проверки летательного аппарата и тесты. 15 сентября был успешно завершен тест высокоскоростного вращения. Двигатели Ingenuity раскручивали роторы до 2800 оборотов в минуту, на короткое время удерживали эту скорость, а затем постепенно снижали ее до полной остановки. 17-й полет – это примерно половина 9-го полета в обратном направлении, который на сегодняшний день был одним из самых сложных для Ingenuity. Ожидается, что во время 17-го полета Ingenuity пролетит в 187 метров за 117 секунд, а максимальная высота составит 10 метров. На момент выпуска этого видео мы с вами уже узнаем о результатах этого путешествия, а потому я предлагаю вам зайти на нашу страничку New Space ВКонтакте, проверить информацию и написать под этим выпуском, успешен ли был полет. Ведь все самые свежие новости появляются сразу же в нашей группе ВКонтакте. А еще у нас для вас небольшая загадка. Это одна из панорам, сделанных марсоходом Perseverance. Сможете найти Ingenuity? Пишите также в комментариях, с какого раза у вас это получилось. А недавно НАСА спросила аэрокосмическую промышленность США, как они будут максимизировать долгосрочную эффективность и устойчивость ракеты СЛС и связанных с ней наземных систем. В своем запросе НАСА заявляет, что хотела бы летать на ракете СЛС 30 или более лет. Более того, агентство хочет, чтобы ракета стала устойчивой и доступной системой для доставки людей и крупных грузов в дальний космос. НАСА считает себя якорным арендатором СЛС и обеспечивает один полет с экипажем в год, в течение следующего десятилетия или дольше. В случае необходимости промышленность будет продавать запуски ракеты другим клиентам, включая научное сообщество и другие государственные и негосударственные организации. НАСА заявляет, что хочет передать право собственности на производство ракет и наземное обслуживание частной индустрии. В свою очередь, этот частный подрядчик должен построить и запустить СЛС со значительной экономией в 50 или более процентов от нынешних затрат. Примечательно, что НАСА никогда публично не заявляла об этой базовой стоимости полета. В 2019 году стоимость одного запуска СЛС оценили в 2 миллиарда долларов или больше. Впоследствии НАСА не отрицала эту цифру, но точную цену так и не назвало. Это странное решение, ведь ограничения в 1-2 пуска в год и высокая цена даже после снижения вдвое никак не помогут в устойчивом освоении Луны или дальнего космоса, к которому стремится НАСА. Почти все мировые агентства и частные компании стремятся к многоразовым системам или избирают путь максимального снижения затрат без многоразовости. Выбор СЛС на такой долгий срок может выступить сдерживающим фактором развития отрасли в будущем. Если говорить о передаче права собственности на СЛС, такая инициатива не будет беспрецедентной. В начале 90-х НАСА стремилась объединить свои космические шаттлы под управлением единого крупного подрядчика. С этой целью Rockwell International и Lockheed Martin создали компанию United Space Alliance. Она эксплуатировала шаттлы до конца программы в 2011 году. А на днях НАСА заключила с новым граммом контракт на производство и эксплуатацию ускорителей, который подразумевает создание твердотопливных ускорителей для СЛС для 9 полетов, всего 18 ускорителей. Стоимость контракта составляет почти 4 миллиарда долларов. Учитывая, что НАСА планирует производить по одной ракете в год, в далекой перспективе по 2 в год, этих ускорителей хватит надолго. А как проходит подготовка к первому пуску СЛС? Сейчас работа сосредоточена на повторном подключении шланга кабелей между мобильной пусковой установкой и СЛС после испытания на отвод в сентябре. Далее начнутся комплексные испытания, чтобы убедиться, что все элементы СЛС и Орион правильно подключены. После этих тестов команда перейдет к тестированию коммуникаций. Это влечет сквозную проверку связи между СЛС, Орион, системой управления запуском и полетами, а также сетью Deep Space Network. Если тесты и проверки связи пройдут успешно, НАСА надеется выкатить СЛС на площадку LC-39B для финального предполетного теста в праздничные дни в конце декабря. Если на площадке не возникнет проблем, СЛС вернется веб в январе. Дата запуска миссии Артемида-1 теперь не ранее 12 февраля 2022 года. Кстати, ULA показала верхнюю ступень СЛС для миссии Артемида-2. В рамках этой миссии экипаж из четырех человек совершит облет Луны. Верхняя ступень является модификацией верхней ступени ракеты Delta IV Heavy. Это временное решение для первых миссий Артемида. Дальше планируется переход на СЛА Блок-1B с более мощной верхней ступенью. Запуск миссии Артемида-2 планируется не раньше октября 2023 года. Европейское космическое агентство завершило испытания двух баков, заполнив их криогенным топливом. Это ознаменовало первую веху в дорожной карте по демонстрации многоразовой первой ступени с двигателями Prometheus. Prometheus – это сверхдешевый двигатель, в основе которого лежит аддитивное производство. Это снизило его стоимость в 10 раз по сравнению с двигателем Vulcan – основной ступени Ариан-5. Он может регулировать тягу и повторно зажигаться, поэтому подходит для разных ступеней ракет. Топливо, используемое Prometheus – жидкий кислород метан. Это обеспечивает стандартизацию и простоту эксплуатации. Метан также широко доступен и прост в обращении, что минимизирует наземные операции до и после полета. После этого ожидаются прыжки в стиле Grasshopper в 2023. А последними шагами станут полеты из Европейского космодрома во французской Гвиане в 2025 году для демонстрации подъема на большую высоту, входа в атмосферу, посадки, ремонта и повторного использования. Новости из жаркой Испании. Суборбитальная ракета-носитель Miura-1 готова к проведению испытаний под систем перед огневыми тестами. По сообщениям компании, пока все идет хорошо. Разрабатывает ее компания PLD Space. Эта суборбитальная ракета-носитель может доставить 100 килограммов на высоту 150 километров. Она работает на керосин-кислороде. И долгожданные новости про телескоп Джеймса Уэбба. Тестирование телескопа не выявило повреждений после инцидента с обработкой полезной нагрузки в начале ноября, из-за которого его запуск был задержан на 4 дня. Напомним, что тогда произошло незапланированное отсоединение зажима, которым космический аппарат крепится к адаптеру, что вызвало колебания всей обсерватории. Подготовка Уэбба к запуску возобновилась. Сейчас идет его заправка. Старт миссии запланирован на 22 декабря, 15-20 по Москве. На всем космическом телескопе насчитывают 344 точки отказа, около 80% из которых связаны с развертыванием солнцезащитного козырька и зеркал. Даже единичный отказ может привести к провалу всей миссии, а починить Уэбб не выйдет в любом случае. Но мы полны оптимизма и верим, что годы испытаний не прошли зря. А у нас на этом все, друзья. Надеемся, вам очень понравился наш новый выпуск. Спасибо большое за ваши теплые слова, за ваши комментарии, лайки. Не забывайте нас поддерживать. Мы очень вам благодарны. Давайте делать космос доступным вместе. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...